Здравствуйте! Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил перед депутатами с бюджетным посланием. Он рассказал о городских программах и их приоритетности. От этого зависит распределение средств городской казны. Задачи при планировании бюджета, они незыблемы. И мы всегда говорим о том, что новокузнецкий бюджет имеет честь сохранения социальной направленности бюджета. Мы не можем ухудшить положение наших стариков, наших многодетных, малоимущих, инвалидов и всех других, кого мы любим. Дальше мы говорим о решении вопросов местного значения и переданных полномочиям. Особенно переданные полномочиям мы должны выполнять качественно и добросовестно. Синхронизация программы развития Новокузнецка с контурами приоритетов стратегии социально-экономического развития Кузбасса. Плюс мы с вами стали не так давно центром агломерации. Ну и конечно самое основное это выполнение задач, поставленных президентом и губернатором Кузбасса. Одна из целей сделать Новокузнец городом-миллионником. Для этого необходимо более интенсивное развитие строительной отрасли, чтобы с 90 квадратных метров жилья выйти как минимум на 250 тысяч, а в дальнейшем до полумиллиона квадратов в год. Для этого необходимо освободить перспективные площадки. Прежде чем нам приступить к строительству, нам нужно расчистить весь город и делать нужно это синхронно. Слава Богу, за прошедшую пятилетку мы хорошо постарались и приняли большие усилия для того, чтобы переселить граждан из аварийного жилья, но вместе с этим мы освободили целые районы. Нам с вами необходимо по крайней мере снести 176 аварийных домнов новоквартирных. Залог успеха – комплексное строительство. Чтобы инвесторы видели площадки, под будущие жилые кварталы специалисты разработали карты и проводят заседания градостроительного и инвестиционного совета. Возможность возводить дома есть в каждом районе, но в первую очередь продолжит развивать Новоильинский. В настоящий момент мы приступили к земляным работам в 7 микрорайоне. Компания «Промстрой» вместе с фондом АИЖК Кемеровской области. Эти дома должны появиться в конце 2024 года, 2024-2025 год. И следом еще 4 дома. Площадь 58,5 гектаров, объем жилья 370 тысяч на 7 760 новокузнецких человек. А вот как могут выглядеть дома в Куйбышевском районе. Там площадка под комплексное развитие выделена рядом с ДК Дзержинского. Есть где строить и в Центральном районе. Левобережный. Вот этот мост вы узнаете. Вот там находится Лента или Руамерлен. А вот здесь будет новый город. Он будет небольшой. Вместе с тем, что мы здесь сделаем дамбу, набережную. Площадь небольшая, 23 гектара. Объем жилья 184 тысячи. 11,5 тысяч человек. И сейчас губернатор в качестве подготовки соглашения о социально-экономическом развитии Кузбасса между правительством Кузбасса и правительством России ведет переговоры о строительстве здесь набережной-дамбы. В планах реконструкция обветшалых производственных площадей. Например, территория бывшей автобазы КМК или стекольного завода на улице Щерса. Собственникам предложено разработать проекты реновации. От этого внешний облик города только выиграет. Новокузнецк, как участник программы ТАСЭП, может предложить бизнесу развивать производство строительных материалов. Это упростит возведение домов. Строительные компании смогут использовать отечественные материалы и не тратиться на их доставку до площадок. Прежде всего, это, конечно, производство новых бетонов, бетонно-растворные заводы, производство новых плит, полос, труб, профилей, изготовление железобетонных изделий, новый кирпичный завод и, конечно же, новые строительные смеси. И это не просто наша идея, на самом деле у нас есть те предприниматели, которые заявили о том, что они это будут делать. Все озвученные планы по развитию города вполне реализуемы в течение трех лет. Автомобильное движение по улице Куйбышева останется закрытым до конца недели. Глава Новокузнецка сообщил, что в процессе проведения работ повредили кабели и защитные кожухи сетей связи протяженностью 250 метров. На восстановление и благоустройство потребуется дополнительное время. Окончание работ намечено на 11 декабря. Напомню, строительство теплотрассы ведется в рамках федерального проекта «Чистый воздух» для перехода на теплоснабжение от Центральной ТЭЦ. В связи с гололедом дорожно-коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. В приоритете магистрали с наличием маршрутов движения общественного транспорта, тротуары, лестницы, пешеходные переходы и подходы к ним. Специалисты призывают новокузнечан быть внимательными и осторожными на дорогах, автомобилистов учитывать сложные погодные условия, выбирать безопасную скорость и дистанцию. Жители могут сообщать об опасных местах по телефонам горячих линий. В Новокузнецком художественном музее в рамках Секузбасской программы «Большие сибирские каникулы» открыли городской новогодний визит-центр. По приятному поводу музей посетили Дед Мороз и Снегурочка. Сегодня в Новокузнецком художественном музее начал свою работу новогодний визит-центр. Это некий колл-центр, который собрал себе всю новогоднюю информацию города. Он для жителей города, для гостей города. Сюда можно прийти или позвонить по единому номеру и узнать все, что нужно вам и вашему ребенку. Хотите его посетить в мастер-класс, ходить на новогодние события, узнать, где работает ледовый каток. Звоните, приходите, вам специалисты расскажут всю подробную информацию. График работы – визит-центра с 10 до 18 часов в дни работы музея. Также информацию вы можете получить по единому телефонному номеру 8 800 201 83 18 или на сайте новогоднекузбасс.рф. С декабря по февраль запланировано более 200 культурных мероприятий и более 100 спортивных. Все они для новокузнечан и гостей города. А еще здесь открылась выставка «Елка моего детства». Это настоящие раритеты из прошлого. Новокузнечане принесли старые новогодние игрушки, марки, открытки. По этим красивым вещам можно проследить историю страны и непременно почувствовать ускользающую связь поколений. Как ярко и радостно провести предпраздничные и праздничные дни можно узнать в визит-центре художественного музея. А это сэкономит время для приятных вам предновогодних хлопот. Удачи вам и здоровья!